Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с новостным блоком «Умарти Киев». Коротко о некоторых событиях. Почти на 80% завершено строительство новой школы села Учкекен Малокарачаевского района. Стартовал прием заявок на участие в развлекательно-познавательном шоу «Лицо кавказской национальности». И кикбоксеры Черкеска завоевали 15 медалей на состязаниях Невиномыски. Далее об этих и других темах подробнее. В военном комиссариате Карачаева Черкесии состоялась встреча заместителя председателя правительства республики Ирины Гербековой, министра труда и социального развития Руслана Шакова и военного комиссара региона Сергея Белобородова с гражданами, поступающими на военную службу по контракту в именную роту Карачаева Черкесии. Ирина Гербекова рассказала будущим участникам специальной военной операции о порядке выдачи им единовременных региональных выплат, и предоставления мер социальной поддержки их семям в соответствии с указами главы региона. Сергей Белобородов также довел до сведения граждан подробную информацию по обеспечению необходимым обмундированием и соответствующим денежным довольствием. Руслан Шаков, в свою очередь, заверил будущих военнослужащих в том, что за их семьями в кратчайшие сроки будут закреплены социальные работники и сотрудники администрации муниципальных образований, которые будут направлять самые актуальные социально-бытовые вопросы в администрации городов, районов и различные министерства и ведомства для принятия соответствующих решений. В канун праздника Ураза Байрам 19-20 апреля во всех городах и районах Карачаева Черкесии состоятся праздничные ифтары от главы Карачаева Черкесии Рашида Тимурезова. 20 апреля в столице республики будет организован общереспубликанский ифтар от руководителя региона, который пройдет в ресторанном комплексе «Эдельвейс» в 19 часов 15 минут. На праздничный ифтар приглашаются все желающие. В рамках общереспубликанского ифтара будут совершены массовые вечерние молитвы. 20 апреля также в Черкесске для всех желающих верующих будет организован ифтар главы на территории соборной мечети. Начало также в 19 часов 15 минут. Помимо этого в столице региона при поддержке главы Карачаева Черкесии на площадке перед Республиканским драмтеатром благотворительный фонд «Территория милосердия» организует праздничный ифтар, куда также могут прийти все желающие. Кроме того, ифтары, организованные при поддержке главы Республики, пройдут в городах и районах Республики. Правительство Карачаева Черкесии утвердило региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2027 года, которая включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики, а также на повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации. Программа позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения и улучшить условия проживания жителей в 14 населенных пунктах Республики. Об этом сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ Зульфира Бачаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и с замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе в поселке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, который мы предусмотрели на 2023 год. В целом планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике. В общественной палате обсудили проблемы кадровой подготовки специалистов с учетом особенностей рынка труда в Карачаево-Черкесии. Этот вопрос не раз становился темой обсуждения на различных совещаниях и круглых столах. Комментирует информацию руководитель общественной палаты Республики Елена Лешова. Деятельность образовательных организаций бывает не в полной мере соответствует современным требованиям подготовки специалистов. Мы знаем, что нынешнюю молодежь нужно мотивировать к обучению в системе среднего профессионального образования с последующим трудоустройством, особенно по рабочим профессиям. И их сдерживает выбор непосредственно данных профессий, недостаточная привлекаемость. Может быть, хотя я не согласна, но не всегда даже низкая заработная оплата, но может в отсутствие возможность получения жилья и дальшего карьерного роста. ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 27 апреля «Единая Россия» проведет международную историческую акцию «Диктант Победы». Она пройдет в пятый раз на площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. В этом году основными темами диктанта станут победы Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. В него также войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу. К патриотической акции присоединятся и жители Карачаевой Черкесии. В республике будут работать 50 площадок во всех городских округах и муниципальных районах. Выбрать удобную площадку можно на официальном сайте акции. 900 школьников из районов и городов республики в этом году пройдут пятидневные сборы на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Подробности сообщил министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. В этом году по этому направлению будут организованы и проведены пятидневные сборы. Значит, ожидается 30 групп от всех районов Карачаевой Черкесской республики. Общее количество детей, которые в этом году пройдут на базе «Авангарда» пятидневные сборы, в рамках которых будет и теоретическая, и практическая база. Значит, это 900 человек. Достаточно хороший показатель Карачаевой Черкесской республики. Помимо этого, следует отметить, что продолжается и развитие материально-технической базы инфраструктуры «Авангарда». Допустим, в прошлом году было оборудовано достаточно большое помещение на Комсомольской 31, достаточно большой квадратуры. Также, помимо этого, для организации и прохождения практических занятий подготовлен призывной пункт. На нем есть двойная полоса препятствий, асфальтированный плац, трибуна, пространство для организации и проведения тактических занятий практикоориентированного характера. И в этом году это направление по улучшению материально-технической базы инфраструктуры будет, конечно же, развиваться. Это и гимнастический городок, это и поле для мини-футбола и так далее. Приобретение, в том числе, и дополнительного оборудования. Автономная некоммерческая организация «Центр содействия, реабилитации и абилитации детей-инвалидов в счастливое детство» стала обладателем гранта благотворительного фонда «Сбера. Вклад в будущее». На средство гранта будет реализован проект «Игра сценарий жизни» – программа коррекционно-развивающих занятий по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 до 12 лет. Об этом рассказала игротерапевт проекта Екатерина Борисова. В рамках этого проекта мы реализуем программу по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 лет. Хочу немножечко пояснить о том, что собой представляет метод игротерапии. Это один из инструментов арт-терапии представляет собой игру как средство реабилитации детей с ментальными нарушениями. В чем, собственно, заключается наш проект? Он состоит из нескольких этапов. В частности, вот сейчас тоже один из этапов. Мы информируем жителей Карачаева Черкесской Республики о том, что сейчас реализуется такой проект, и приглашаем, если есть показания, детей к участию в этом проекте. После того, как мы проинформируем, у нас будет несколько организационных собраний для семей, которые решили, что им подходит участие в нашем проекте, встречи будут со специалистом, игротерапевтом, с психологом, с руководителем проекта, где мы подробно расскажем, что будет происходить на протяжении какого времени и какие обязательства у родителей. Потому что для нас очень важно, чтобы родитель, который своего ребенка в наш проект привел, был нам партнером. Стартовал прием заявок на участие в развлекательно-познавательном шоу «Лицо кавказской национальности». Уже этим летом состоятся съемки 16 выпусков первого сезона шоу, направленного на популяризацию традиционных культурно-нравственных ценностей жителей Северного Кавказа. Съемки с известными медийными личностями и представителями активной молодежи будут проходить во всех регионах Северокавказского федерального округа и в Адыгее. Стать участником шоу можно, записав короткое видео о себе и заполнив заявку. Подать заявку до 10 мая могут жители Северокавказского федерального округа и Адыгее в возрасте от 18 до 35 лет. Все выпуски будут транслироваться в эфире крупнейшего музыкального канала Северного Кавказа «Девятая волна». Почти на 80% завершено строительство новой школы села Учкикен Малокрачаевского района. Ее строительство завершится к концу текущего года. Это вторая школа, построенная в селе за последние 7 лет. В 2016 году в самом густонаселенном микрорайоне Камыш-Кулак открылась новая школа номер 11, рассчитанная на 408 мест. Во втором образовательном учреждении, общая площадь которого 16 тысяч квадратных метров, ведутся отделочные работы, монтаж фасада, внутренних стен и перегородок, а также устанавливается новая шатровая кровля. Одна из крупнейших школ в Карачаево-Черкесии рассчитана на 960 ученических мест. Более полутора тысяч саженцев разъехались по районам республики. Компания «Сады Карачаево-Черкесии» поддержала инициативу регионального Минприроды по проведению международной патриотической акции «Сад памяти» и провели раздачу плодовых деревьев. Каждый муниципалитет получил по 125 саженцев, которые отправятся нуждающимся семям для высадки на огородах и приусадебных участках. Раздача плодовых саженцев – новый формат акции «Сад памяти», который получил название «Сад памяти дома» и реализуется в Карачаево-Черкесии с прошлого года. Республики Северного Кавказа вошли в десятку российских регионов, где меньше всего курящих по итогам прошлого года. Никотиновая зависимость реже всего встречается в Чечне – 3,3% жителей, Ингушетии – 4%, Дагестане – 6%, Северной Осетии – 10,9%, Карачаево-Черкесии – 12,5% и Кабардино-Балкарии – 13,4%. Говядина с искусственно продленным сроком годности оказалась в социальных учреждениях города Пятигорска. Информацию комментирует государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. Нарушение было установлено благодаря системе «Меркурий». Фирма ООО «Амара» из Аула Псыш Абазинского района переоформила 25 кг говядины, добавив к сроку годности продукции 5 дней. Такая операция нарушает принцип прослеживаемости и вводит в заблуждение потребителей. Продукцию направили в социальные учреждения Ставропольского края, в город Пятигорск. Управлением Россельхознадзора ООО «Амара» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Кикбоксеры Черкеска привезли из города Побратима Невиномыска 15 медалей турнира Кубок Победы. Сборная города завоевала 7 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. По итогам турнира в общекомандном зачете наши бойцы заняли третье место. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, днём гроза. Днём в отдельных районах сильный дождь. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, местами при порывах до 18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-20 градусов. В горах местами плюс 9-14, свыше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 18 градусов. Субтитры предоставил DimaTorzok Это все новости к этому часу. Что с ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.